меня видно да то что здесь демонстрация тоже видно да да демонстрация тоже видно ну спасибо пару лекций пойдем за нас и и и и и и и и Итак, время. Давайте посмотрим. Принимаю. Здравствуйте. 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 Ребята, тема наших двух лекций, даже, может быть, мы охватим три, касается напряженного состояния в точке, обобщенный закон Гука и вздвиг. В вздвиг входят и смятие, и срез, заклепочные болтовые соединения. Но для того, чтобы все эти лекции объединить и подать вам как бы концептуально, чтобы вы, читая лекции каждую из них в своих платформах, понимали, о чем идет речь, заглядывали в литературу, я думаю, что я сегодня немножко концептуально вам расскажу, что же такое напряженное состояние в точке, тема нашей лекции, и что такое понятие напряженном состоянии, что такое главные площадки, вообще площадки, ну и какие виды состояния у нас есть. Мы с вами, рассматривая растяжение и сжатие, ввели понятие усилия. Усилие возникло из-за действия внешней нагрузки. Если внешняя нагрузка, появляется внутренняя усилия. Это понятно. Весь мир в таком равновесии. Если равновесие теряется, то происходит вот такое заболевание даже в человеческом организме. То есть это очень тонкая грань. 30,6 мы себя чувствуем великолепно. На 37 всего лишь полградуса. И мы уже себя чувствуем неважно. То есть равновесие важно. И все во всем мироздании находится в определенной равновесии. Хотя хоть все это выглядит хаотично. Существует закономерность. Закономерность – это то, что мы и наши предшественники много задумывались и смогли записать законы природы. Эти законы природы появились, обозначены в виде идентификаторов, формул. И они будут даже после нас. Эти фамилии и имена будут жить еще долго, пока существует человечество. Итак, если есть внутренние усилия, то, как я говорил ранее, значит, если нам причемить палец, то у нас болит и напрягается все тело. Вот исходя из этого, мы считаем, что каждая частичка материала напрягается. Как она напрягается? По простой формуле. Это внутренние усилия, приходящиеся на единицу площади, называется напряжением. Напряжение распространяется по всему телу, значит, нас интересуют какие-то площадки, точки. Если тело, мы говорили в теоретической механице, что он состоит из совокупности материальных точек, то, будь это брус, пластина, или же массив, или же оболочка, она состоит из множества совокупностей соединенных, не соединенных друг с другом материальных точек. Ну, понятие точки, оно немного нас с вами смущает, поэтому мы эту точку превращаем в параллельбин, в котором есть различные площадки. Нам легче обозначить их как взаимно перпендикулярные площадки. Вот на рисунке мы с вами видим какая-то балочка, типа акведука, на нее действуют различные силы, F1, F2, F4, F5, F6, и есть сечение обозначенное пунктиром. И в этом сечении выбрана какая-то точка. И ее мы крупно нарисовали, могли бы ее нарисовать шаром, многогранником страшным. Ну, давай посмотрим. Вот, но мы решили для того, чтобы, во-первых, не мучиться, и эти формулы достаточно сложные. Мы видим многогранник параллельбин с взаимно перпендикулярными гранями, их раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть граней. И по каждой грани действует по направлениям оси X, Y и Z нормальные напряжения, их называем сигма X, соответственно, сигма Y, соответственно, сигма Z. Они являются нормалями или перпендикулярными к площадке. Кроме этого, и отец этих нормальных напряжений, я говорил, это дядюшка Роберт Гук. Он этим, вот этот закон природы, и обозначил. Они обозначают растягивающие и сжимающие усилия в целом. В данном случае на рисунке они направлены от площадки. Значит, они растягивают данные параллельбины. В общем и целом, это говорит о том, что мы имеем знаки плюс. Мы можем сигма направить к площадкам. Тогда у нас, естественно, надо будет учитывать этот знак минус. Кроме, как я говорил ранее, пока мы только начинаем знакомиться с касательными напряжениями. В конце позапрошлого века, в начале прошлого века проживал очень интересный человек в России. Вероятно, во всех других странах тоже есть, но я знаю, как бы читал про него много, и в моей диссертации это ТАУ часто. Поэтому, поскольку учился я в Москве, я буду говорить вот про этого инженера, в моем понимании достаточно великого, умного, который смог подать понятие касательных напряжений. Касательные напряжения – это ТАУ. Тут возникают два индекса. Обращаю ваше внимание на этот рисунок. Первый индекс – это чему перпендикулярна стрелка оси Y. И второй индекс – чему параллельна стрелка. Например, ТАУ YX означает, что направление ее перпендикулярно оси Y, но и направлено по оси Y. ТАУ YX – она перпендикулярна оси Y, но имеет направление по оси X. И тем самым мы во двух взаимно перпендикулярных направлениях имеем касательные напряжения. Соответственно, поскольку у нас времени не так много, я хотел бы сказать, что в остальных границах мы имеем то же самое. Когда я посещал семинары в МГУ, то существовало отдельные кафедры – целый этаж – теория упругости. Затем существовал этаж 12 – теория пластичности. Затем существовал этаж 13 – теория пластичности. 14 – упругой пластичности, 15 – жесткой пластичности. И там присутствовали все ученые, так сказать. И было просто мне интересно посещать эти семинары. Здание МГУ – центральное здание, которое, если вы видели по фотографии, кто был там, это красивейшее здание, и там сидели профессора на этих семинарах и говорили. В данном случае вот Т-сигма обозначает тензор, напряжение и в целом. Он состоит, как вы видите, из 9 компонентов. На самом деле они рассматривают там не этот тензор, а он 36-компонентный, то есть они его представляют в виде параллепипеда в целом. То есть это в объемном напряженном состоянии. И когда они обсуждали свои вопросы, я глубоко старался понимать, как же они видят в геометрии вот тот тензор, который находится там где-то в глубине вот этого параллепипеда. И они разговаривали про него. Но для меня это казалось высокой, так сказать, мотивой. Мы, инженеры, мы работаем более просто, нас интересуют более приближенные решения. Поэтому понятие напряженно-деформированного, а вообще напряженного состояния, и тем более в точке, дает нам основание полагать, обеспечить прочность, жесткость и устойчивость любой конструкции. И я считаю, что конструктором первых ракет в бывшем Советском Союзе записан Королев. Это простой инженер. Непростой, конечно, мудрейший проектировщик. Ну и он привлекал туда и Келдыша, и различных механиков, ультрамехаников типа Глушко. И он использовал математические понятия, которыми оперирует в этих университетах. В нашем Пашкентском тоже, в Институте математики, Узбекской академии наук. То есть вот таких специалистов теоретик. Но мы, инженеры, это те, кто запускаем, строим, запускаем и используем наши искусственные сооружения, которые придумали мы. Итак, отодвину. Уберу. Итак, какие же у них есть свойства? Во-первых, по главной диагонали располагаются равные. Вдоль главной диагонали треугольничками вверху и внизу с индексами, обратите внимание, индексы. x, y и вот y, x, tau, x, z и tau, z, x. То есть индексы противоположные, то есть они располагаются в других гранях и, естественно, перпендикулярны соответствующих массам. Но здесь самое главное, на чертеже не видно, но если мы заглянем в обратную сторону, то направление, вот здесь есть, y, x, y, tau, x, y направлены взаимно друг к другу. То есть имеют противоположные направления. И они, значит, есть гипотеза, и она доказана, и теорема доказана. Была бы лекция, я бы ее вам на доске доказал, но я думаю, что вы мне поверите. Значит, они равны друг другу, но противоположно направлены. И этот закон называется законом парности касательных напряжений. Вот этот закон парности касательных напряжений говорит о том, что они равны. Ну, естественно, добавить надо было бы знак минус, обозначая их противоположности к направлению. Те площадки, в которых возникают только нормальные напряжения, называются лава. А те напряжения, которые лежат на главных площадках, называются лавными напряжениями. Повторяю еще раз. Те площадки, на которых имеются нормальные напряжения, касательные отсутствуют, равные нулю, вот Тензер показывает, называются лавами. А главные напряжения – это сигма-1, сигма-2, сигма-3. Обращаем ваше внимание на верхний Тензор. На верхнем Тензоре сигма-Х, сигма-Y, сигма-Z. Здесь же, для того, чтобы обозначить, что эти площадки главные, их мы обозначим как сигма-1, сигма-2, сигма-3. При этом нули вдоль главной диагонали говорят о том, что в этих главных площадках касательные напряжения равны нулю. Это свойства главных площадок. Итак, какие же типы мы с вами напряжений знаем? В первую очередь мы знаем линейное, одноосное напряжение. Знаем? Знаем. Что это такое? Растяжение и сжатие. Только вдоль одной оси Z вы производили растяжение стержнем. Элемент, работающий на растяжение или сжатие, называется стержнем. Но, если мы с вами обратили внимание, во второй плоскости возникает сигма-2, так сказать, главное напряжение, то значит, во двух взаимно-перпендикулярных напряжениях, в смысле, площадках возникают нормальные напряжения, это значит, что это плоское напряженное состояние. А если во всех трех, значит, это объемное напряженное состояние. Итак, с первым, так сказать, мы уже очень серьезно знакомы. Ну, хорошо. Про главные площадки мы все поняли. Давайте вернемся к нашему разделу растяжения и сжатия. Мы имеем метод сечения. Всего лишь один метод. Что это такое? Разрежем, отбросим, заменим уровновесие. Первое, что мы делаем, есть в русском языке хорошее понимание. Поперечное сечение. Это значит, поперек. Вот у меня стержень. Он растянут силами Н. И вот поперечным сечением поперек оси З я оттек его, отбросил верхнюю часть, заменил ее внутреннему силе Н, который равен внешней силе Н, и нашел в ней сигма. А если он у меня взял, и я этот кусочек президентского сливочного масла порезал под наклоном, под углом альфа, тогда у меня, как вы видите, возникает напряжение, вот оно вертикальное, которое может раскладываться на две составляющие. Одна из них нормальное напряжение. Почему? Она является нормалью к плоскости сечения, которая находится под углом альфа. А вторая лежит на этой плоскости. Сумма квадратов этих двух напряжений дает мне полное напряжение П альфа. Про первые формулы ясно. Но когда мы переходим к наклонным площадкам, здесь у нас вместо А нулевого появляется А альфа. То есть мы А нулевое делим на косинус его угла. Что называется косинус? Отношение прилежащего катета к гипотенузе. Отсюда мы с вами получаем А альфа. П альфа мы с вами определяем как n, деленное на А нулевое. Ну, здесь появляется косинус, сигма нулевое на косинус нуля. Отсюда сигма альфа и тау альфа как две составляющие. Одна умножается на косинус, вторая на синус. Принимаю. Обращаю ваше внимание, что здесь мы в одноосном напряженном состоянии. Это при растяжении и сжатии, при наклонном сечении наша формула добавляется различными функциями тригонометрическими косинусом квадрата альфа и синусом двух альфа, которые возникают за счет того, вот что синус 2 альфа деленное на 2, это вообще-то синус альфа умножить на косинус альфа. Или же мы из математики знаем, что синус 2 альфа есть 2 косинус альфа умножить на синус альфа. То есть это игра тригонометрических функций. И здесь мы можем сделать анализ. Если альфа равно нулю, то это поперечное сечение, у нас тава обращается в ноль по нашей формуле, потому что синус нуля – ноль, значит тава альфа равно нулю, а косинус нуля – это равна величина единицы. Отсюда сигма альфа равно будет сигма нулю. При 45 градусах, если у нас, то у нас обе величины обращаются в ноль. И при 90 градусах, простите. И при 45 градусах у нас с вами происходит максимум касательных напряжений. Хитро. Но синус свою роль сыграл. Синус – какая функция? Ноль, один, ноль. Так что в серединке он имеет максимальное значение. Поэтому нормальные напряжения равны половине нормальных напряжений при поперечном сечении. Вот теперь у нас с вами тот случай двухосный, о котором я с вами говорил. У нас есть… Мы взяли вон тот кубик, сфотографировали прямо, и мы видим сам вот этот вот прямоугольничек, на который действует в двух взаимоперпендикулярных направлений сигма один, сигма два. Время уходит. Под некоторым углом альфа у нас возникают грани. На этих гранях возникают касательные напряжения тау альфа и тау бета. Обращаю ваше внимание. Если от сигма один отложить влево величину, то мы найдем угол альфа. И этот угол альфа – это и есть величина для определения сигма альфа. Как же нам найти сигма бета? Это альфа плюс 90 градусов. Итак, бета равно альфа плюс 90 градусов, учитывая, что сигма бета и сигма альфа взаимоперпендикулярно. Отдельно записывая по двум граням, по первой и второй грани, по первой и второй грани возникновения нормальных и касательных напряжений, мы с вами получаем более сложную формулу. Эта формула в основном выглядит вот таким образом. Сигма альфа – это и есть сигма один на косинус квадрат альфа плюс сигма два умножить на синус квадрат альфа. Вот эта красота, она математики думает. Я считаю, что вот надо запомнить вот это. Сигма альфа при наклонных площадках – это сигма один на косинус квадрат альфа плюс сигма два на синус квадрат альфа. Тау альфа. Здесь возникает игра вот этих синуса двух альфа. Вот. И вот эта часть, ну хорошо, если она удобно запоминается, пожалуйста, используйте эти величины. А я предлагаю остановиться на этом. Что же касательно бета? Обращаю внимание на знак минус. По сути, 90 плюс альфа. Ну, минус открываем, 90 плюс альфа, и у нас с вами получаются те же самые величины, только я обращаю внимание, что между альфой и бета разница в том, что тригонометрические функции, поскольку функция синус четная, ну и значит, это превращается, косинус становится синусом, синус становится косинусом, а с синусами ничего не происходит, только меняется знак впереди. Меняются они местами. У меня параллельно совещание. Здесь можно решать обратную задачу. К обратной задаче, вы видите, она без всяких выводов, но этот вывод достаточно сложный, поэтому, читая лекцию, вы просто делаете понимание, что существует прямая задача и обратная задача. Я останавливаю демонстрацию и включаю новую демонстрацию, связанную с нами на срез и сдвиг, да, совместные. Срез, смять и сдвиг, все вместе. Пока слайда сначала. Окей. Меня видно? Hello, anybody home? Да, да, видно. Срез, смятие видно? Да. Молодцы, ребята, поехали. Итак, срез, сдвиг и смятие. Окружающий нас мир мы прежде всего воспринимаем как мир материальный. В нем все находится в непределенном движении. Именно это свойство материи было главным предметом изучения теоретической механики. В учебном курсе сопротивления материалов речь пойдет о другом фундаментальном свойстве нашего мира. Да что ты подержал? Срез и смятие материала может происходить в деталях самого разного назначения при различных комбинациях нагружения. Но классическим примером являются заклепки. Они в чистом виде воспринимают этот вид нагружения и по существу для этого и предназначены. Поэтому на их примерах все и будем изучать. Скоррепленный пример. Две пластины скреплены заклепкой. Приложенные силы воспринимаются стержнем заклепки. От его прочности зависит прочность соединения. Заметим, что технология клепки такова, что заклепка листы снимает. Это вызывает силы трения между листами, которые заметную часть нагрузки берут на себя. По причинам, которые будут понятны далее, силы трения в прочностных расчетах явно не учитывают. Очевидно, что материал вместо воспринимающего усилия нагрузки находится в состоянии сдвигаться. Рассмотрим его более подробно. Указанная деформация возможна только под действием показанных касательных напряжений. Они взаимно противоположно оправлены. Обращаю ваше внимание, ребят. Нагрузку воспринимает не только место сдвига, но и другая часть стержня заклепки. Здесь видно правую головку заклепки, цилиндрическую поверхность стержня и сечение. Сечение показанное напряжение сдвига. Это касательное напряжение. площадку смятия. Проводичная показана на левом рисунке с левой частью заклепки. Обращаю ваше внимание на место смятия и место среза. Место среза определяется, если обратите внимание, поправочность подобного решения компенсируется тем, что в расчетные формулы вводятся различные поправочные коэффициенты, определяемые экспериментально. У матросов есть вопросы? Если у матросов нет вопросов, давайте четко определим. Вот слева на рисунке есть площадь среза. И площадь смятия это другая площадь. И это две абсолютно разные вещи. Вы обращаете внимание? В целом происходит сдвиг, но вне при этом возникают как срез, так и смятие. Площадь смятия зависит от направления приложенной силы. То есть от действия этих направлений в этой заклепке в разных плоскостях, в разных сечениях происходит место смятия и место среза. Площадь среза. А сам процесс как он называется? Процессом сдвига. Итак, Тао среза определяется достаточно просто. Это опять же наша общая формула это усилие приходящееся на единицу площади. Если вопрос идет о срезе, значит площадь среза должна быть подставлена. Площадь среза это круглое поперечное сечение и она является пи определяется площадь. Площадь смятия. Что же такое площадь смятия? Так вот эта площадь это есть ну как вы понимаете диаметр умноженное на периметр часть его на длину т 2 поехали нет не хочешь говорить оба расчета на срез и смятия условны но практика показала приемлемость его с учетом корректировок по экспериментальным данным пошли дальше вот болтовое соединение деталей здесь есть и двиг и смятие все как у заклепки в некоторых случаях детали могут воспринимать осевые усилия тогда области среза и смятия принимают другую форму и в некоторых случаях детали могут воспринимать осевые усилия тогда области среза и смятия принимают другую вот еще пример расчетов на срез и смятия это шлипс да есть такое соединение шлипцевое соединение В среднем машиностроении очень не используется. Что называется среднее машиностроение? Серьезные отрасли, которые создают достаточно сложные летательные конструкции. В конструкциях площади среза, площади смятия. Здесь также конструктору надо думать, что и как рассчитывать на прочность. Сам расчет посмотрите по указанному адресу. Пластинка, которая имеет вырез для заклепки, она уже как бы ослабляет саму пластинку. Чаще всего сейчас в очень серьезных случаях мы используем заклепки. А также сейчас очень серьезно развит институт Патона по сваркам. Это демонстрационный пример, как определять площади среза снятия. Перерезывающие силы, площади смятия, площади срезов. Они прекрасно видны. Вот формулировки условий прочности на срезе смятия. Ребята, напряжение. Ну, ясное дело, касательные напряжения. Это Дмитрий Иванович Журавский. Эти напряжения должны быть, да, площади среза. Наоборот, стрелочка должна быть в этом направлении меньше или равно допускаемого напряжения. Допускаемое напряжение среза – это и есть допускаемое напряжение при растяжении и сжатии, умноженное на коэффициент 0,6-0,8. Ну, естественно, срез – это достаточно опасное напряжение, и нам нужен, так сказать, коэффициент запаса для того, чтобы мы с вами себя обезопасили тем, что, не дай Бог, и этого окажется недостаточно. Сейчас закончу. Итак, основой для определения допускающего напряжение нормального напряжения на смятие и касательного напряжения на срез является нормальное напряжение на растяжении. С диаграммой вы знакомы. Дай Бог, я вам все свои презентации сбросил. Ребята, я думаю, что это не будет уже составлять каких-то проблем. Здесь рекомендации тем, кто получает расчетные задания. Здесь рекомендации тем, кто получает расчетные задания. Дорогие мои, я немножко подвел вас тем, что у меня не готовы тесты по промежуточному контролю. Я отстаю в лекциях. Ну, в условиях пандемии кафедра постаралась все приготовить. И на данный момент у нас, конечно же, есть сложности. Я прошу прощения за те невыполнение своих задач и функций вовремя. Но промежуточный контроль – это достаточно ответственная часть нашей с вами работы. Нынче, переходя в кредитную систему, мы находимся в переходном периоде, промежуточные итоговые контроли являются оценками, определяющими оценки по предмету. Это не исключает того, что текущий контроль вам надо выполнять. Текущий контроль – это РГР-1 и РГР-2. Их выполнение тоже влияет на вашу оценку. Что же я, как и в прошлый раз, хотел бы сказать, что промежуточный контроль зависит, величина средняя арифметическая, зависит от вашего количества заходов. Если вы в первые три раза получили тройки и в последние два раза получили пятерки, ну, выйдет та оценка, которая выйдет, она будет среднеаритметическая. Но в итоговый контроль, я думаю, что я введу понятие максимального балла. То есть будем рассчитывать, что вы по мере обучения и изучения нашего предмета готовы работать над собой. И если вы в последний заход получаете максимальную оценку, значит, эта оценка войдет в ваш диплом. А сейчас я вам желаю удачи, ребят. И хотел бы сказать, что с преподавателями практических занятий надо работать плотно и сдавать задания. Как только откроется, значит, возможность сдавать тесты, надо зайти и сдавать тесты, получить эти результаты, чтобы эти результаты вошли в ведомость промежуточного контроля и не создавали ни деканату, ни нам с вами каких-либо проблем. Следующая лекция у нас состоится на следующей неделе, наверное. Следующая неделя. До встречи на следующей неделе. И еще. Ребята не могут сказать, но те, кто запаздывая заходит на лекцию, вы тем самым мешаете прослушиванию лекции, уважаемые мои дорогие студенты. Те, кто привык попозже заходить, постарайтесь поработать над собой, чтобы вы могли не мешать своим друзьям. До свидания. Есть вопросы? Здравствуйте. Каждый четверг в 8.30, да, значит, получается? Ну да, у меня по расписанию, я не знаю, у вас есть расписание, но у меня по расписанию, пайшамба, сапрама. Ну почему в 8.30? Я могу поставить 8. Не надо, спасибо. Не надо. Не полтора часа, а 40 минут, поэтому давайте в 8.30. А в 9.30 у меня вторая пара. Я строймех сейчас буду настраивать и читать. Всего вам доброго. Есть еще какие-то организационные вопросы? Какой-то из преподавателей практических занятий плохо относится к своим обязанностям, не консультирует вас, такого нет? Я не передам. Мне можно, я заведую кафедрой. А нам тоже нечего бояться, передадите. Ну, работаем. Работаем, да? То есть преподаватели с вами работают? Они оповещают нас, говорите, что дорогие, значит, нет вопросов, это радует. И все, и все молчим. Не, ну хорошо, задания есть, образцы есть, и по ним вы работаете, да? Образцы все нам скинули, да, дальше наше дело уже. Давай, ребята. Удачи. Всего-всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.